Всем привет! Здесь я хочу рассказать, как можно вернуть родной биос на видеокарту, будь то Nvidia или AMD. О том, как это сделать, меня спрашивали несколько раз в комментариях под одним из моих видео. Первый вопрос, который возникает – откуда его взять? В самом простом случае, но имеющем небольшую долю вероятности, является то, что файл с заводской прошивкой может быть предварительно был сохранен перед его модификацией или заменой, например, с помощью GPU-Z. Другим вариантом является возможность сделать его дамп с такой же аналогичной карточки, конечно, если она есть у вас или ваших знакомых. Еще одним выходом из сложившейся ситуации, которым я когда-то воспользовался сам для представленной карточки Sapphire Nitro RX 470 – это попробовать обратиться в техподдержку официального производителя видяшки с просьбой предоставить биос. В чем, собственно, мне не отказали и помогли. Для того, чтобы выполнить перепрошивку AMD-шной карты, потребуется программа ATWIN Flash, запустить которую следует от имени администратора путем нажатия правой клавиши мыши по .exe файлу и выбрав соответствующий пункт. В открывшемся окне, кликнув по Load Image выбираем файл с оригинальным биосом, после чего запускаем процедуру перепрошивки, нажав Program. По ее завершении выполняем перезагрузку компьютера и тем самым проверяем насколько все удачно прошло. Что касается карт NVIDIA, то аналогичным образом я делал запрос в техподдержку MCI для GTX 1060. Но в этом случае, за исключением того, что специалисты общаются только на английском языке, файл с родным биосом мне не дали, предложив лишь утилиту Live Update, которая для меня оказалась бессмысленной. Конечно, биос для своей карточки можно найти на сайте TechPowerUp, но есть вероятность, что он будет представлен с небольшими модификациями. Помимо этого, на данном ресурсе имеется форум, где есть шанс, что кто-нибудь откликнется на просьбу. Непосредственно процесс прошивки карт NVIDIA рассмотрим на GTX 460 в 32-битной системе Windows 7. Для этого понадобится программа NVFlash, архив с файлами которой нужно распаковать в корень диска, где установлена операционная система, и сюда же следует поместить файл с биосом. Выполнив подготовку, на рабочем столе сочетанием клавиш Windows Plus R запускаю окно выполнить, и введя CMD открываю командную строку. В идеале ее следует запустить от имени администратора. Прописав приведенную команду, перехожу в корень диска C. Затем отключаю защиту от изменения биоса, введя NVFlash Protect Off с двумя тире. И наконец, с помощью указанной команды запускаю прошивку, где ключ с цифрой 6 используется при несовпадении ID адаптера и файла зашиваемого биоса, который прописывается далее. Конечно, в своем большинстве для перепрошивки применяется приведенная команда. По окончании выполняемой операции вновь следует выполнить перезапуск системы. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.